На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава округа Алексей Спаский посетил одну из проблемных территорий, где существует риск подтопления. Мы находимся в традиционном месте, где происходит подтопление, которое уходит в том числе и на Каширское шоссе. В амбулаториях Ленинского городского округа организуются регулярные выездные консультации медиков ВРКБ. Периодически у нас принимают узкие специалисты, такие как невролог, кардиолог. Сегодня, например, в нашей амбулатории состоялся прием онколога. Ежегодно перед днем весеннего равноденствия во всем мире отмечается день сна. Человек не сможет спать, это многие за собой может не нести последствия. Из-за снежной зимы увеличилась вероятность подтопления нескольких участков на территории Ленинского городского округа. Ситуация в этих местах находится под особым контролем руководства муниципалитета. Глава округа Алексей Спаский посетил одну из проблемных территорий у деревни Малое Видное. Руководитель МБУ Дорсервис Александр Митрякин докладывает главе Ленинского городского округа Алексею Спаскому о мероприятиях, которые проводятся на дороге, ведущей от Каширского шоссе в деревню Малое Видное. Отсюда мы вынуждены откачиваем воду с помощью помпы на ту сторону. Каждый год весной шоссейная улица, которая ведет от Малого Видного до Каширского шоссе, становилась головной болью для автолюбителей и пешеходов. Высота воды здесь достигала одного метра. Но сейчас, как мы видим, ситуация изменилась. Избытки воды, которая могла стать большой проблемой для местных жителей, откачивают и отводят в естественный водоем неподалеку. Мы находимся в традиционном месте, где происходит подтопление, которое уходит в том числе и на Каширское шоссе. Может быть, дополнительные опасения были в том, что зима была очень-очень снежная, и количество снега оценивается в полтора раза, а то, может быть, где-то в один и шесть раз больше, чем стандартные величины. Но комплекс работ, который уже за последние два года проведен, с дренажной системой работающая техника позволяет все-таки контролировать этот процесс. Вот так выглядел этот участок дороги в прошлом году. Благодаря усилиям администрации муниципалитета, критической ситуации удалось избежать. Уже довольно длительное время ведется разработка системы водоотведения, которая позволит кардинально решить вопрос. Но и здесь существует немало подводных камней. Сложности, связанные с прохождением по землям частников, не все согласны жертвовать, скажем так, своим комфортом для достижения, скажем так, общего блага. Может, это громкие слова, но тем не менее это так. С частью коммерсантов, которые ведут поблизости свою бизнес-деятельность, мы такие договоренности достигли, и поэтому я уверен, что мы, по крайней мере, пошагово будем двигаться. На нескольких других участках округа, где в прошлые годы наблюдались подтопления, ситуация тоже под контролем. Чтобы попасть на прием к узкопрофильным специалистам, необязательно ехать в поликлинику города Видное. В амбулаториях Ленинского городского округа организуются регулярные выездные консультации медиков ВРКБ. Вместе с жителями поселка Развилка наша съемочная группа побывала на приеме у онколога. Амбулатория поселка Развилка небольшая, всего на 250 посещений в смену. Здесь ведут плановый прием на постоянной основе терапевты и педиатры. Это гинеколог и хирург. Периодически у нас принимают узкие специалисты, такие как невролог, кардиолог. Сегодня, например, в нашей амбулатории состоялся прием онколога, что в нашей ситуации очень важно, так как на нашей территории онколог постоянно не принимает. Пенсионерка Лилия Ивановна Новикова наблюдается у онколога в поликлинике в Видном. Как только женщина узнала о выездном приеме, решила не упускать возможность посетить доктора в родной Развилке. Народу много, поликлиника маленькая. И врачей не хватает. Либо временное, понимаете, присылают временных специалистов. Приятно, что врач здесь. Так, но я у него первый раз. Ко мне было достаточно внимательное отношение. Но сегодня он есть, завтра его не будет. А записываться к врачам в Видное – это очень-очень хлопотно. Онколог Асан Загаштоков ведет прием в центральной поликлинике в Видном. А с недавних пор консультирует и в амбулаториях муниципалитета в качестве выездного специалиста. У нас был выезд во вторник. Мы были в совхозе Ленина. Там был прием первичный. Также будет осуществляться выезд других врачей по районам различным. Вторник, четверг планируется выезд в Молоково. В этот день на прием к доктору записалось более 20 человек. Всего же у онколога Аслана Загаштокова наблюдается около тысячи жителей Ленинского городского округа. Для проведения операций и высокотехнологичной помощи своих пациентов врач направляет в профильные клиники Подмосковья. Это ведущее учреждение по Московской области. Это Балашихинский онкологический спонсор. Ну и, соответственно, направляем учреждения, где могут провести, например, специальное лечение в Подольск. Чаще всего онкологи сталкиваются с раком молочной железы у женщин и раком легких и предстательной железы у мужчин. Есть какие-то образования, которых не было и они начали ощущать, или там болезненность какая-нибудь, то, соответственно, сразу надо обращаться и проверяться. Что касается общей онкологии, естественно, это диспансерное обследование, диспансеризация пациентов. Такие выездные приемы в амбулаториях теперь станут регулярными. В поселке Развилка онколог будет консультировать пациентов один раз в месяц. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ежегодно перед днем весеннего равноденствия во всем мире отмечается День сна. Проблема его нарушений сейчас особенно остро стоит не только перед взрослыми жителями крупных мегаполисов. Из-за больших нагрузок не могут рассчитывать на полноценный ночной отдых и школьники, что мешает восстановить силы и улучшить работоспособность, разбиралась наш корреспондент Галина Житкова. Мелена Дугиева учится в Видновской школе номер два. На прием к неврологу пришла с расстройством сна. В длительный период времени девушка не может полноценно отдохнуть в ночное время суток. Главной причиной считают большие учебные нагрузки. Слишком много занимаюсь в связи с подготовкой к ЕГЭ. Сижу очень долго, и это загруженность, и потом из-за этого нервные срывы случаются, поэтому, возможно, из-за этого. А какие-то сны видите? Бывает такое? Постоянные они очень странные. Очень странные. Бывают очень абсурдные, бывают очень реалистичные, но очень часто довольно вижу их. Здоровый сон для взрослого человека должен быть не менее 8 часов. Только так возможно восстановить необходимый баланс в организме. А ребенку и вовсе нужно отдыхать не менее 10. Но похвастаться такими показателями может далеко не каждый. Это действительно очень сложная проблема, нарушение сна. И если человек не сможет спать, это многие за собой могут не нести последствия. Приходится в вопрос решать, давать рекомендации, назначать медикаментозную терапию, чтобы это все быстро преодолеть. Расстройство сна сейчас занимает ведущее место в потоке обращений к неврологам. Пока проблема не стала хронической, врачи рекомендуют начать решительные действия. Отказаться от крепкого чая, кофе и подключить физические нагрузки. На первых этапах разрешается применять лекарственную терапию для восстановления и нормализации полноценного отдыха в ночное время. Препараты на основе мелатонина, их максимально месяц-два. Потом человек должен прийти в норму и постараться не принимать данные препараты. Потому что сам мелатонин, он должен у нас в организме вырабатываться. Не стоит запускать проблему, которая в дальнейшем может негативно отразиться на собственном здоровье или самочувствии детей. Проще и быстрее решить ее в самом начале. И тогда после хорошего сна и день покажется более солнечным и теплым. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском городском округе состоялся муниципальный этап областного литературного конкурса «Живая классика». Десятки юных дарований представили на суд жюри произведения различных авторов. Об участниках и победителях расскажет Юлия Погосян. Около двух месяцев назад школьникам Ленинского округа было предложено проявить свои творческие способности. Ребята с 5 по 11 классы могли выбрать любое литературное произведение и стать участником всероссийского конкурса «Живая классика». Всевозможные произведения, стихи, проза, все, что ребенок выбрал. Это, конечно, для привлечения наших детей к чтению, привить любовь к классике, к русской, зарубежной. Десятиклассник Кирилл Целенко для выступления выбрал повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». С первого же прочтения книга произвела на молодого человека колоссальное впечатление. Этими эмоциями он решил поделиться с другими участниками и жюри. В самом начале я думал, что оно грустное, но чем больше я читал, я понимал, что оно рассказывает о жизни. Оно производило впечатление, которое учит тебя. Не бояться своих ошибок. И путешествовать, изучать все, несмотря ни на что. На муниципальном этапе конкурса приняло участие порядка 30 ребят из 10 школ округа. Члены жюри оценивали не только само прочтение, но и актуальность выбранного произведения, актерские способности детей, степень эмоционального воздействия всего выступления. Я когда вижу все эти критерии, я каждый раз прихожу в некоторые замешательства, потому что мне кажется, что эти сложные слова не имеют ничего общего с тем, что возникает у меня внутри, когда я слышу то, что, ну, скажем так, совпадает с моим внутренним ощущением автора. Или же не совпадает. Но в любом случае я не то что надеюсь, я знаю, что сегодня нам будет очень интересно. Интересное и в некоторой степени необычное выступление получилось у ученицы Бутовской школы Фатимы Тагиевой. Она прочитала отрывок из книги Лидии Чарской и записки маленькой гимназистки. Сюжет о ребенке, который переживает смерть матери. Я думаю, в моем возрасте уже можно что-то такое запоминаешься. И у меня было два выбора. Там про солдата, который умел, и про маму. Ну, я выбрала маму, не знаю, мне кажется, она более бы так на людей подействовала бы. На этом этапе члены жюри выбрали трех полуфиналистов, которые отправятся представлять Ленинский городской округ на уровне Московской области. И кто знает, может кто-то из наших ребят сможет попасть во всероссийский финал литературного конкурса «Живая классика». Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Виднет. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова